В 1926 году Гомель был центром губернии. Напевно, неопочнюю чергу пагеты причине 14-го соковика тут почала вещание эфирная радиостанция. Докладно вядомо, что она размещалась у будинку сучасного музея истории города Гомеля. Правда, у яким конкретно покои, теперь уже никто не памятает. Заховали архивы и такие известки. Станция называлась «Малый коментар». Передачу выходили, звичайно, по вечерах, коли ожитивлялась подача электроэнергии. И еще одно знаковое у истории областного радиоместа – чекуночная станция «Новобелеца». Адразу после вызволения Гомеля в 1943-м тут у некаких вагонах разместили радиостанцию «Пчелка» и почали эфир. В уголях это была вельми примитивная по сегодняшнему часу техника. Галина Протопопова на областное радио пришла в 1972-м и працавала тут больше 30-х годов. По особенности, она была пешим гуко-режиссером, до этого были гуко-операторы. Розница великая, оператор займался только монтажом пленок. Режиссер отказывал за весь процесс до выхода у эфира. Утренний и вечерний выпуск «Последних известий», потом у нас была детская редакция, молодежная, пропаганда, промышленная и сельское хозяйство, и музыкальная. Вот эти все передачи. И каждый приходил, у каждого было время свое. И вот мы монтировали. Было, конечно, очень были заняты, но, мне кажется, слушатели с удовольствием слушали наши передачи. Никаких, всегда писали нам письма, открытки, поздравлялись с праздниками. Сегодня Галина Протопопова каже, что ее вельми пошанцевала, працавала побычь с мужем, кто и был оператором на телебачене. Хоть и сябровно радую, так само хапала. До речи областной телерадио-компании. Их это давняя традиция – отчувать себе один коллективом и допомогать один одному. Ехали в командировки вместе, и корреспонденты радио с нами ехали, куда-то на район. Там мы снимали, они писали, возвращались вместе. Это же был единый коллектив. Хороший коллектив. Поравнать сучасное радую с радую, яким оно было еще на проконце 90-х немогчимо, а в компьютерах тогда навык не марали. Записы имкнулись и робить так, как не было браку. Вельми уже свои саблевые была тагочасная техника. Магнитофон «Репортер-7», вага – 30,5 килограмма, але это не головный агонедохоп. Не глядя на то, что техника профессиональная, она с легкостью, я кажусь, ловила усе эфирные перешкоды. А тому, разом с голосом человека, якого записали, можно было почуть музыку, ци некие спевы. За час основания областного радую створалися и проходили реорганизацию розной отделы. Але не глядя на назвы, за все-таки головную увагу тут надавали информационному забеспечению. При одной умове информация повинна адресуровать, перш за все, життё региона. Сейчас очень большая конкуренция на рынке радиостанций. То, чем мы можем привлекать своего слушателя, это местная информация. У нас очень большое требование по этому поводу. До 90% новостей, которые мы даем в наших эфирах, это новости Гомельской области. У початку этого года повстало питание перехода на новый узровень радиовещания. У дневни 2001-го загручал «Экспресс» – первая региональная станция на Гомельщине. Зараз она ведома, як Гомель-ФМ. В 2012-м телерадиокомпания запустила ящерную радиостанцию «Гомель-Плюс». Життё подтвердила правильность такого ращения. Завершением работы проводного радиовещания областная радую не только не стратила своих слухачёв, але и пропоновала им новые передачи за столью стереосигналом. Регион слышит наши радиостанции, потому что вещание распространяется на город Гомель и Гомельскую область. Совсем недавно мы внедрили систему работы с районными редакциями для того, чтобы наши слушатели получали оперативную информацию с каждых районов Гомельской области. Так, например, в эфире радио «Гомель-ФМ» выходит передача под названием «Местное время», где мы освещаем жизнь районов Гомельской области. Олег Синчеров, Валерий Капанько, телер, радио-компания «Гомель».